Дядя Толи, здрасьте! Сегодня для дяди Толи сделаем видео по поводу пензопил, забыл ключи. По поводу заточки цепи. Сейчас разложусь, соберусь и будем делать. Ух и холодно у нас! Минус! Видно, как зуб радиус имеет. Этот более-менее ровный, ну, краешек, сам кончик радиусный. Что самое важное знать? Знать, какой диаметр нужен на самого напильника. То есть, есть диаметр разный. Например, у нас есть 3,7 и есть еще 4,7. Ну да, 4,7. То есть, вот это первое, что надо знать, какой диаметр напильника вам нужен для вашей цепки. Для штилей там мелкозубчастый идет мельче, для крупного зуба больше. Есть еще мельче зуб, там меньше этого, где 3,7, еще мельче. Ну, это первое, что надо знать. Второе. Нужна вот такая планка. Я ее тут чуть-чуть подрезал уже, потому что пользуюсь одним только краем. Тут вот есть маркировочка. Маркировка то толщины. И тут крайнее. Меньше, больше. Я все время пользуюсь вот этой-то одним элементом. Прикинул ее и видно, насколько зуб надо сточить. Как бы его так показать. Видно, что зуб еще надо подтачивать. Это чтобы убрать скалывающий. Но для начала нужно наточить зуб. Потому что мы, когда стачиваем зуб, у нас вот это начинает уменьшаться. Поэтому сейчас затачиваем. Использую рамку, на которой есть маркировка 30 градусов. Ну, 10 градусов это, если поперек пилить, 30 градусов как раз оно. Есть вот такая метка. Эту метку мы совмещаем по длине нашей шины. Это у нас будет 30 градусов от 90. Ну, вернее, от прямого угла будем делать 30 градусов. Для удобства можно зафиксировать, чтобы цепь не вращалась. И все. И вот так двумя ручками, таким макаром, мы все это дело затачиваем. Сейчас надо перекинуть мне сам напильник, потому что это чуть-чуть не тот. И когда вот точим, чтобы у нас все время вот это вот было напротив, ну, линия совпадала с шиной. И точится в одну сторону все время. Когда, вот видите, вот таких движений делать не надо. Ну, вот так вот. Делается всегда ровно. То есть выставили, руки привыкают быстро. Ну, я уже привык двумя руками, когда точишь, что всегда линия совпадает с шиной. И все. И оно это пошло. Вот сейчас через камеру вообще плохо видно. Через камеру громко сказал. Через телефон. И все это дело затачиваем. Ну, сейчас поменяю. Потом покажу результат. Ну, например, давайте посмотрим вот этот. Какой зуб показать? Вот этот зуб. Вот его вид сверху. И сейчас после заточки его посмотрим. То есть от носика у нас второй зуб, который смотрит в ту сторону. А, ну, чтобы не забыться уже. Следующий затачиваем точно так же. У нас тут есть линия тоже 30 градусов. И затачивается в эту сторону. Тоже двумя ручками. Удобно. И не сбиваешься. Некоторые делают там приспособы, которые выставляются. Градусы. Ну, пока нету. У меня такого не делал ничего. Поэтому обхожусь так тоже и привык. Все тот же зуб у нас второй от края. Ну, еще один попробовал. Вот они самые такие... Ну, радиусные вот такие вот были. То... А, вот. У него радиус пропал. И вот этот момент заточки... Эй, блестит сильно. Вот оно. Все ровненько. И вот, когда затачивается, должно быть крючком, как бы. Вот. Видно? Крючочек такой. Так что ж ты блестишь, так все. И вот этот крючок, он дольше будет у вас работать, чем затачивать на этом, на станочке. Ну, не люблю я станочки. И люди, которые точили на станках... Простите тех, кого задел, что станки у вас есть. Вам нравится, затачивайте. Я ничего об этом не говорю. Но люди попробовали на станках и потом приносят цепи сюда. И я им точу вручную. Потому что они сразу спрашивают, ты станком точишь? Нет, вручную. И вот, кто пробовал, все тянут сюда. Я уже просто устал их точить. Надо будет цену поднимать, потому что за час у меня уходит на заточку. Брал 30 гривен, чтобы заточить. Ну, и целый час вот это долбаться. Плюс убираю скалывающий зуб. Это как раз еще делает лучше то, что цепка начинает брать больше. И точит лучше. Вот, например, если посмотреть сейчас вот... Почему нужно скалывающий убирать? Потому что он почти вровень становится. Ну, чуть-чуть, может быть, есть разница. Не вижу ничего. Вот. Это толщина, которую он захватит. Ну, то есть вообще мизер. А когда скалывающий снять на... Вот видно, упирается. То есть этот миллиметр снять. И у нас получится тогда... Хорошо будет он выгребать. Будет брать нормально. И разница на каждый зуб. Вот каждый зуб подгоняешь скалывающий. Под каждый зуб. О, что-то я загореливаться начал. И когда все это дело делаешь, то у нас тогда пропил идет ровный. Если не убрать скалывающий, подточить только зубья. То из-за скалывающего там больше взял, там меньше одна сторона, больше одна меньше. И у нас идет пропил криво куда-то уходит. Благодаря тому, что наточить одинаково, чтобы все были острые. И потом убрать скалывающий, чтобы все брали одинаково зубья. Тогда будет хорошо. Да. В идеале, когда, например, меряется зуб. Померялся там. Сточили этот. Вернее, нашли самый минимальный, самый меньший там. Это в идеале, чтобы сделать. Что-то я рассказываю, они там снимают. То есть, промерили. И когда заточили его, сняли размер. И потом уже, после этой процедуры с замерами, каждый зуб подгонять под этот. Это в идеале. Но кто так будет делать? Я не делаю так, затачиваю. Просто все одинаково. И все. Ну, пока на этом все. Сейчас наточу все. И посмотрю. Чуть не забыл сказать по поводу угла заточки. И еще вот этого. Тут-то понятно. 30 все. А перпендикулярно плоскости у нас угол не будет ровным. Нам надо где-то градусов на 10 опускать носок, ой, пятку напильника. Потому что у нас вот это вот место, оно не ровное. Оно чуть-чуть под углом. Вот этот носик всегда стремится вверх. И чтобы вот этот краешек был заточен одинаково. Вот этот с этим. Чтобы оно резало тоже, что это момент один. Если у нас идет кривой рез. Ну, вернее, даже не кривой, извините, запутал вас. Не кривой, а чтобы она резала дольше. Потому что вот эта пятка тупится. Хотя оно сюда его выбрасывает. Но все равно. Оно дольше работает, когда режет все в плоскость. И хорошо режет и быстрее. То вот этот угол должен быть градусов 10. Ну, как, это не правило, что 10 градусов. Тут вы, когда затачиваете, вы смотрите, насколько он надо опустить. То есть вот ровно оно будет тут вообще тупой угол. А чтобы все по плоскости зуба, именно с внутренней части, все было остренько, то угол чуть-чуть мы делаем. И тогда оно хорошо делает всю плоскость. Делает режущей, хорошо срезает и быстрее. И еще что-то хотел, хотел, но забыл. Ну, вспомню потом скажу. А, вот, вспомнил. Когда вы затачиваете, не надо давить сильно. Потому что вы давите, и у вас изгибается сам напильник. чтобы не было вот этих вот круглых зубьев, а чтобы был ровный зуб. Ну, в отношении того, когда затачиваете, чтобы оно у вас не было там меньше, там больше. И все оно будет хорошо. И еще один момент, что вот вы сами попробуете, кто первый раз будет делать. Когда вы вот выставили, да, все. Протянули первый раз напильник. То вы увидите, насколько вот тупая цепка у вас. То есть вы протянете раз его, посмотрите. У вас только краешки зацепит. Потому что зуб, ну, если он сточен или забитый как-то. Второй раз протянете, вы увидите. Сколько раз вам, раз бывает пять надо, чтобы наточить внутреннюю часть. Но чтобы вот это вот не было такого кругленького, вам нужно будет еще много раз стачивать. Вот именно вот этот крючок, чтобы он вышел. И чтобы этот носик был острым. Это еще вот то, что вспомнил. И по поводу того, когда у вас, например, есть напильник, но он как бы глубоко садится вниз, а под верхом нету этого крючочка, то вам нужно как бы как вот угол держать пяточку ниже. И еще при этом как бы подворачиваете, чтобы у вас нагрузка и шла именно вверх затачивала. Тут-то бок заточится, бок зуба. Ну у нас режет в основном верхняя часть, и вот эта боковая. Оно заточится само собой. Просто вам нужно, чтобы зуб ваш был заточен именно сверху. Ну вот так, пока вспомнил. Ну вот теперь пришло время делать этот скалывающий зуб. Вот видно, что еще чуть-чуть надо убрать. То есть совсем крапеньку. Да, это у нас шифовальная машина. Делаю я ей просто. Взял... Ой, на каком зубе вам показать? Давайте следующий. Вот тут много нужно снимать. Взял... Запустил... Легонечко все это сделал. Проверил. Ну вам плохо видно. Еще нужно снимать половину. Опять же, чтобы зуб... Вот это все, оно дело не перегревало. То есть оно практически не нагревается сейчас. Еще... Милимчик... Вот мелимчик. Еще крапалика вставка. То есть вот таким макаром потихоньку все это дело снимается. И делается все зубья, скалывающие зубья под каждый зуб отдельно. И тогда оно и снимает нормально древесину. И пилит ровно. Ну потом проверим. Ну и вот результат реза. Вроде бы... Ну как поставил, так и зашло. То есть не увело. Бывали такие ситуации, что где-то прогнал и один зуб не доточил. Ну скалывающий не спилил. Или может где-то несколько зубов, вот эти края не были острыми. И ее тогда начинает вести в любую из сторон, где есть проблемы. Ну легко вычислить можно. Куда повело? Повело в эту сторону. Значит проблема где-то с этой стороны здесь. Что-то или зуб скалывающий или режущий. Если наоборот, то противоположная сторона проверяется. Ну не противоположная, а другая сторона проверяется. Еще что, не сильно надо затягивать цепь. И чтоб она сильно не болталась. Потому что это тоже может ее уводить в сторону. Видно какой срез получается. Крупненький. Он некоторые даже так длинным и захватывает. Отрезает. А до этого была вот такая вот труха мелкая. Мелкая. Еще мельче, чем эта. Так что вот так вот затачиваются цепи. Ну на этом все дядя Толя. Надеюсь ответил на твой вопрос. Что за дядя Толя? Тоже машинами занимается. Ремонтирует. Поэтому, наверное, оставлю в описании на его канал ссылку. И посмотрите, чем он там занимается. На этом всем спасибо за то, что смотрели. Большущие приветы и самое главное не болейте. Забыл. По скриптам. Дяди и тети. И кто там будет пытаться возмущаться по поводу этого. Что-то не так, что-то не то. Извините, можете не писать даже. Потому что, ну не надо оно. Десять лет занимаюсь этим. Затачиваю цепи изначально. С самого начала, когда пилка появилась. Поэтому смысл что-то писать, какие-то гадости. Как затачиваете, так и затачиваете. Я показал, как это делаю я. Ну а на этом благодарность тем, кто не напишет гадость. И до следующих видео.